Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Заволокин Владислав. Я являюсь специалистом продукции распределения электроэнергии низкого и среднего напряжения. И сегодня я расскажу вам про распределительное устройство U-Link в нашей новой серии, использующееся в цепях среднего напряжения. Часть рассказа будет посвящена производству данных ячеек. Посмотрим на конструкции ячеек разного типа и габариты, а также основные черты и преимущества всех ячеек. Компания ИТАН приобрела в 2019 году завод по производству электрооборудования среднего напряжения, расположенный в Турции. Данный завод это очень крупное производственное предприятие, занимающее площадь 83 тысячи квадратных метров. Само предприятие основано в 1985 году и разделено на различные зоны производственные и сборочные. На предприятии задействовано более 700 квалифицированных работников и более 100 инженеров и исследователей. Продукция экспортируется по всему миру более чем в 80 стран. Ячейки U-Link это модульная свободно конфигурируемая система распределения электроэнергии на номинальные токи 630 ампер и напряжение до 24 киловольт. У данной системы есть ряд технических особенностей и преимуществ, которые я назову. Но сначала оговорюсь, устройство U-Link производится в том числе напряжение до 35 киловольт. Однако для реализации в России принято оставлять и использовать 24 киловольтные или 12 киловольтные ячейки. Итак, в ячейках U-Link сборные шины и коммутационные аппараты расположены в емкости с элегазом, что позволяет обойтись без дополнительного технического обслуживания коммутационной аппаратуры на всем сроке службы, поскольку бак с элегазом является необслуживаемым элементом и запрещается любое нарушение герметичности этой емкости. Наличие элегаза и использование его также снижает габарит устройства, позволяет снизить его размеры и повышает надежность и безопасность при эксплуатации. Степень защиты данных устройств AFL – это одна из самых высоких степеней защиты. Обозначает, что в случае возгорания электрической дуги находиться перед аппаратом, перед ячейкой, а также с левой и правой стороны от него можно безопасно. Никакого повреждения, никакого вреда персоналу, который находится спереди бакуанного устройства, не будет. Также есть более высокая степень защиты AFLR, которая подразумевает возможность нахождения задней стороны устройства. Ячейки Юринка обладают степенью защиты AFL, только спереди и вакуанной безопасной зоны. Аварийные токи отключаются вакуумным силовым выключателем, который может работать в широком диапазоне температур. Есть варианты быстрых моторных приводов, время включения которых составляет 0,3 секунды. Обычно, время включения моторного привода на аналогичных ячейках составляет от 8 до 12 секунд. И наличие таких быстрых моторных приводов позволяет организовать быстродействующие АВР и ВНР. Автоматический вывод резерва и возврат к нормальной работе после срабатывания АВР. В случае возвращения питания на основном источнике. По умолчанию на оборудовании устанавливается самозапитывающийся реле защиты Fanox, имеющий русскоязычный дисплей. И возможность установки блоков релейной защиты локально по выбору заказчика, по усмотрению заказчика. Сами ячейки имеют модульный конструктив и в своем ассортименте имеют измерительную ячейку. Благодаря чему можно организовать на базе U-Ring компактные распределительные подстанции. Кабельный отсек имеет большую глубину, что открывает возможность подключения двух параллельных кабелей и ограничителей перенапряжений. В измерительной ячейке трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, устанавливаемые на заводе, содержатся в реестре в НИИМС. Наиболее стандартные применяемые позиции это компактная ячейка LLC плюс L с опциями и без ячейка LLC и ячейки L находятся в наличии на складе и доступны к быстрой поставке. Основные характеристики ячейки U-Ring вы видите сейчас на экране. Номинальное напряжение ячейок используемых, поставляемых нам в России, до 24 кВт. Номинальные токи 630 А за исключением ячейки типа F. Ячейка типа F это ячейка с предохранителем. Номинальный ток такой ячейки до 200 А. Док термической стойки составляет 21 кА продолжительностью 3 секунды при испытании на время 3 секунды. Устойчивость к возникновению внутренней дуги 20 кА продолжительностью 1 секунда. Аккурирует степень защиты IFL. Ячейки испытаны повышенным напряжением 50-60 кВт. И юмористным напряжением 125-145 кВт. Степень пылевлагозащищенности IP3X для корпуса и для емкости с олегазом, расположенной внутри ячейки IP67. Основные применения Юринг это организация распределительных пунктов, в которой используются ячейки типа C с силовым выключателем. Проходные трансформаторные подстанции, в которых используется конфигурация моноблочной ячейки с дополнительной ячейкой выключателя нагрузки. Или моноблочные ячейки с предохранителем и дополнительное расширение ячейкой с выключателем нагрузки. Также проходные трансформаторные подстанции в исполнениях компакт LLT или LLF. Благодаря наличию быстрых моторных приводов, возможна реализация функции АВР. АВР автоматический ввод резерва. Это система, которая позволяет при потере питания с основного источника переключиться на резервный. Она применяется в большом количестве сфер, в промышленности, в административных и жилых зданиях. Там, где простое и отсутствие электричества, отсутствие питания недопустимо или крайне нежелательно. На то время, пока будет организовано переключение на резервный источник вручную или пока не будет восстановлено основное питание. Дальше приведу цитату из правил устройства электроустановок. Устройства автоматического ввода резерва должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника, приводящего к обесточению электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящего к нарушению нормального технологического процесса. Устройства АВР также рекомендуется предусматривать, если при их применении возможно упрощение релейной защиты, снижение топов КЗ и удешевление аппаратуры за счет замены кольцевых сетей радиально секционированными и т.п. То есть, сама возможность реализовать АВР позволяет уйти в более выгодное экономичное решение, чем дорогостоящая релейная защита В ячейках Уринг для осуществления переключения между водами применяются моторные приводы функционных аппаратов на водах секционного выключателя, которые установлены уже на заводе Либо установлены прямо на существующие действующие распределительные подстанции, когда мы используем Уринг для модернизации, когда мы можем модернизировать саму ячейку уже установленную Привод очень простой в эксплуатации и поддерживает различные оперативные напряжения Скорость включения, повторюсь, 0,3 секунды, что является очень быстрым временем включения для моторных приводов на коммутационных аппаратах среднего напряжения И позволяет избежать значительных переводов электроснабжения на время переключения Некоторые потребители могут даже не заметить такого отключения Хотя в общем случае это просто значительное снижение времени перевода питания Для того, чтобы избежать каких-то ошибок при переключении питания, при ручном управлении ячейками Возможны самые разные электрические блокировки с применением свихих контактов, сигнализирующих о положении коммутационных аппаратов И возможно блокировка работы привода в случае снижения давления в баке с олигазом Основные элементы конструкции Сборные шины и коммутационные аппараты в ячейке U-RING размещены в едином баке, который занимает большой объем ячейки внутри Вывод газов, которые образуются при гашении и горении дуги, осуществляется в нижнюю часть В исполнении компакта в моноблочной ячейке U-RING compact Емкость с олигазом общая на все три составные ячейки Бак является запаренным герметично Не требует обслуживания в течение всего срока службы Сама конструкция ячейки позволяет безопасно находиться спереди баком от нее в случае аварии Также система элигазового бака оснащена индикатором давления с сухими контактами позволяющими дистанционно мониторить состояние бака и его генетичность Выключатель нагрузки в ячейках типа L и F располагается в верхней части ячейки Там же, где сборные шины Разъединитель используется в ячейке C и расположен в нижней части бака с олигазом Вакуумный силовой выключатель расположен в баке с олигазом и используется для отключения сверхтоха То есть в ячейке типа C у нас расположены и силовой выключатель и разъединитель Силовой выключатель находится в верхней части, а разъединитель находится в нижней части бака с SF6 с олигазом Оба коннотационных аппарата находятся в изоляционной среде олигаза В верхней части расположен отсек низковольтного оборудования Достаточно просторный для размещения большого количества и почти любой конфигурации оборудования управления и сигнализации Для установки реле-защиты, которая обладает большой глубиной габаритной Возможно применение специальных вставок, которые позволяют уместить такое реле внутри агрегата и вывести его часть наружу Чтобы устройство было скомплектовано требуемо вам реле-защиты Основные элементы конструкции Кабельные конусы стандартного типа позволяют применять разные адаптеры От любых практически производителей И осуществлять двойное подключение на полюс Подключать ограничители перенапряжения И часто применяемые измерители напряжения типа ITOR Применяются эти корольные конусы в ячейках типов L, C и F На передней панели ячейки расположена в нем схема Которая помогает персоналу и позволяет избежать ошибок при обслуживании Таких как небезопасное открытие кабельного отсека, неверные операции, переключение А некорректное включение и отключение коммуникационной аппаратуры Также на схеме обозначены и выделены Провышенные рычага для управления коммуникационной аппаратурой В случае ручного управления Ячейки оснащены манометром Который используется для того, чтобы показать Текущее давление в баке с элегазом Манометр поддерживает функцию предупреждения и сигнализации С дополнительными сухими контактами Предупреждение происходит при снижении давления в желтую зону В случае понижения давления до красной опасной зоны Запрещается удаленное управление коммуникационным оборудованием Эта функция безопасности позволяет избежать дополнительно различных аварий В случае утечки элегаза и нарушения герметичности бака Аварийный оповещатель, который применяется для помощи эксплуатационному персоналу В оповещении о возможных авариях, как это понятно из его названия Владает функцией предупредительной и аварийной сигнализации Позволяет идентифицировать, какое именно аварийное событие произошло И дополнительно дублирует Дополнительно позволяет дублировать цепь отключения защитного аппарата В верхней части ячеек также расположены указатели напряжения Позволяет мониторить наличие напряжения на линии И оснащены доступы к климам низкого напряжения Для того, чтобы проводить проверку чередования фаз Для передачи сигнала в телемеханику или для организации работы автоматического ввода резерва Возможное исполнение с сухими контактами Применяется в ячейках типа LCFEM Разъем подключения соединительных муфт Служит для соединения модулей посредством муфт Без проведения монтажных работ непосредственно на токоведущих частях Это позволяет нам уменьшить затраты на пусконавалочные работы И эксплуатацию в целом по сравнению с распределительной подстанцией Со сборными шинами Снижает риск, связанный с человеческим фактором И уменьшает время, необходимое на монтаж и модернизацию распределительного устройства Ручка механического управления позволяет управлять коммутационной аппаратурой в ручном режиме В том числе, если у вас отсутствует оперативное напряжение Для взвода и включения ячейки по команде дистанционного сигнала И пульт дистанционного управления приводом Который позволяет исполнить рекомендации по дистанционному управлению приводом ячейки Есть рекомендации, которые обязуют оператора проводить испытания Находясь на небольшом расстоянии от ячейки Этот пульт дистанционного управления помогает эти рекомендации соблюсти Перейдем отдельно к каждому типу ячейки Ячейка типа L с выключателем нагрузки То есть Low Breaker Switch Она оснащена выключателем нагрузки И предназначена для отключения номинальных токов нагрузки Коммутация происходит в легазовом баке И особенностями ячейки с дополнительными возможностями безопасности при эксплуатации И удобством монтажа Является большой объем действительно кабельного отсека В который можно установить трансформаторы тока и трансформаторы напряжения Без возможности перехода на более большой габарит ячейки Кабель подключается на удобной высоте Не нужно как-то услуживающему персоналу подлезать неудобно Портить себе спину Высота подключения 944 мм Это если мы не учитываем цокли в верхней части И ячейку типа L Возможна установка моторных приводов быстрого включения Также в ячейку устанавливается индикатор тока короткого замыкания и утечки на землю То есть индикатор аварии С протоколом обмена данными от БАСРТУ Это стандартное заводское решение Можно поставить ТКЗ по своему выбору Вот от другого производителя Итого в стандартной комплектации ячейки типа L Входит сборная шина на 630 А Выключатель нагрузки на 630 А В элегазовой среде Контакт положения выключателя нагрузки Две пары 2НО плюс 2НЗ Сам металлический корпус со степенью защиты от дуги АФЛ Отсек под низковольтное оборудование в верхней части ячейки Указатель напряжения без сухих контактов С сухими контактами акционально Бак или газа оснащен манометром давления По умолчанию без контактов состояния Контакт состояния заземлителя Тоже две пары 2НО плюс 2НЗ И комплект для блокировки выключателя нагрузки Ячейка имеет небольшой габарит 1642 мм в высоту 428 мм в ширину Аварийный индикатор Устанавливаем по умолчанию Роллсан с разборными индикаторами протекания тока между фазного КЗ и КЗ на землю В конструкции Дополнительная катушка отключения Поддерживающая различные оперативные питания Измеритель напряжения типа ITOR Для учета электроэнергии Индикатор напряжения Который можно оснастить сухими контактами Для реализации АВР Манометр с возможностью оснащения контактами Сигнализации и аварийного запрета Удаленного управления Запрет удаленного управления по умолчанию Моторный привод Для управления включателем нагрузки Который поддерживает различные оперативные напряжения И также Возможность установки Для организации учета электроэнергии Ячейка типа С С силовым выключателем В ячейке типа С расположен Вакуумный силовой выключатель Эта ячейка предназначена Для отключения аварийных сверхтоков В емкости с солегазом Помимо силового выключателя Расположен разъединитель Низковольтный отсек В средней части ячейки здесь расположен И благодаря этому Удобно проводить пусконалочные работы И операции при эксплуатации ячейки Наличие оборудования коммутационного В емкости с солегазом Обеспечивает меньший из возможных Габарит ячейки С силовым выключателем и разъединителем И позволяет организовать Систему взаимных электрических И механических блокировок Ячейка также может быть оснащена Моторным приводом быстрого включения По умолчанию на заводе Ставятся защитные реле Fanox Самозапитывающиеся То есть не требующие внешнего Оперативного питания С интерфейсом USB и с обменом данными По протоколу MadBus RTU Также реле предусматривают Реле Fanox имеют функцию защиты Стандартные функции защиты Максимальные токовые защиты Токовые отсечки И защиты от однофазных замыканий Как вы видите на изображении слева В отсеке низковольтного оборудования Действительно очень много места Туда можно поставить все необходимое Нам оборудование И реализовать необходимую систему управления И диспетчеризации Итого В стандартную комплектацию ячейки Типа C Входит Аварийный указатель Амперметр Вакуумный силовой выключатель И разъединитель На 630 ампер Сборные шины На 630 ампер По умолчанию устанавливается Реле защиты Fanox Металлический корпус Имеет степень защиты От дуги AFL Трансформатор тока Для реле защиты Идет также по умолчанию Манометр давления SF6 С двумя контактами состояния Указатель напряжения Без сухих контактов Контакт состояния Разъединителя Две пары Контакт состояния Заземлителя И контакт состояния Вакуумного выключателя Тоже по две пары Также идет в комплекте Блокировка открытия дверцы Между выключателем И заземлителем Опции ячейки типа C Дополнительная Дублирующая катушка Отключения Поддерживающая Различные напряжения Оперативного тока Самозапитывающий Самозапитывающийся Релефонок С защитным Трансформатором тока И устройством Отключения Индикатор напряжения С сухими контактами Для АВР Моторный Моторный привод Для управления Выключателем И разъединителем На различные Оперативные Напряжения Троидальные Кабельные Трансформаторы тока Для организации Учета и защиты Трансформатор тока Нулевой Последовательности Для сигнализации О токах Утечки на землю Устанавливаем В нижней части Устройства И аварийный оповещатель Ячейка имеет Аналогичный Очень близкий К ячейке Типа L Габарит Шириной Чуть превосходя Его Ширина ячейки 450 мм Ячейка Типа F Ячейка с плавким Предохранителем В ячейке Типа F Присутствует Выключатель нагрузки И Плавки и вставки На токе До 200 ампер Держатель Плавкой и вставки Позволяет Устанавливать Различные Плавки и вставки Разных типов Размеров И Удобен Для Удобен Для Устройства Замена Предохранителя Для Для Чтобы Было Удобнее Устанавливать Трансформаторы Тока Нулевой Последовательности Возможно Применение Цоколя в нижней части Ячейки Также В устройстве Есть сухие контакты Состояния Коммутационного Оборудования И Плавких Вставок Это позволяет Нам реализовать Устройство Дистанционного управления И Мониторинга А также Помогает В реализации Устройства АВР На базе данной Ячейки Возможно Заземлить Отходящие Линии Для того Чтобы Безопасно Проводить Тех Обслуживание Ячейки Максимальная длина Плавкой Вставки Составляет 510 мм Плавки Вставки На среднем напряжении Бывают Разного Габарита И 510 мм Это Тот диапазон В котором Можно подобрать Множество различных Плавких Вставок Ваш бюджет Ваше применение Итого В стандартную комплектацию Ячейки с предохранителем Входит Аварийный указатель Комплект защиты С Плавкими Предохранителями Уже По умолчанию В комплекте Сборные шины На 630 ампер Выключатель Нагрузки В среде элегаза Металлический корпус Со степенью Защиты от дуги АФЛ Отсек Низковольтного Оборудования Указатель Напряжения Без сухих контактов Манометр Давления элегаза Без Допконтактов Контакт Состояние Выключателя нагрузки Две пары 2НО плюс 2НЗ И контакт Состояние Из землителя Тоже Две пары Ячейка типа F совпадает по габаритам с ячейкой типа L Ячейка типа M Измерительная ячейка с трансформаторами тока и напряжения Измерительная ячейка используется в распределенных подстанциях для того, чтобы организовать учет и измерение токов и напряжения Конструкция позволяет установить трансформаторы тока и напряжения производства Альча Которые предлагаются по умолчанию в заводском решении устанавливать на заводе И Также возможна установка трансформатора тока и напряжения по выбору заказчика сторонних других производителей Трансформаторы напряжения уже защищены плавкими вставками Отсек для низковольтного оборудования также имеется и входит в стандартную комплектацию Вольтметры и амперметры входят тоже в стандартную комплектацию и идут в комплекте с ячейками А соединение с другими ячейками серии U-Ring организуется с помощью стандартных бушингов в боковой части ячейки Устанавливаемые на заводе трансформаторы тока и напряжения находятся в реестре в НИИМС и одобрены к применению В стандартную комплектацию ячейки типа M входит трансформатор тока блочного типа Производство Эситас и Альча в количестве трех штук по трансформатору на фазу Сборные шины на 630 А Плавки предохранителя Три штуки Металлический корпус со степенью защиты АФЛ Блочный трансформатор напряжения производства Эситас или Альча Вольтметр Переключатель вольтметра и амперметры по одной штуке на каждую фазу Ячейка измерительная имеет большой габарит Она значительно больше своих соседей По ширине 1000 мм По ширине эта ячейка составляет целый метр Но ее габарит позволяет удобно работать и при необходимости заменять измерительное оборудование Трансформаторы тока и напряжения Компактное устройство это компоновка LLC Моноблок Внешне представляет из себя собранные воедино ячейки Как это видно из названия L, L и C И имеют очень компактный габарит На передней панели расположен индикатор напряжения В ячейках типа L В верхней части В ячейках типа C В средней части Так как отсек низковольтного оборудования В ячейке C Здесь расположен в середине по высоте Имеется переключатель режима управления Выключатель нагрузки Сручного на дистанционное Разъем пульта удаленного управления Кнопки управления на ячейках На каждой ячейке Включение и отключение Индикация Механическая индикация положения Заземлителя В боковой части Отверстия для Присоединения ячейк друг к другу В случае их расширения И до комплектации Бушинги Бушинги, которые позволяют Подключать ячейки друг к другу И внутри ячейки расположены Конусы для присоединения шин и кабелей И кабельные зажимы Шин заземления находится в нижней части ячейки Общий габарит Компактной моноблочной ячейки По ширине составляет всего 1260 мм Основные преимущества ячейки Юринг Наличие элегазовой изоляции Подходит для большинства применений Применение элегаза Позволяет дополнительно усилить изоляционные свойства При меньших габаритах устройства И позволяет Сделать Не требующим обслуживания Зону коммутационного оборудования Степень защиты ячейки АФЛ Одна из самых высоких защит От горения дуги И Повышающая безопасность Для Обслуживающего персонала Вакуумный выключатель Способен функционировать Даже при отрицательных температурах Ячейки Ячейки Могут комплектоваться Моторными приводами Быстрого включения Со временем Включение всего 0,3 секунды Вместо привычных 8-12 Что позволяет нам Реализовать функции АВР и ВНР Возможность установки Любой релейной защиты Не только Рельефонокс Который уже Предустановлен на заводе Рельефонокс Обладают русскоязычным дисплеем И Могут дополнительно питаться От Внешнего источника Но сами Рельефонокс Не требуют Обязательной Внешней защиты Оскольку является Самозапитывающимся Моноблок Можно использовать Отдельно И можно также Расширять Дополняя его Ячейками Другого типа И Модернизируя И дооснащая Существующие устройства За счет того Что конструкция модульная И позволяет нам Адаптировать применение Под Каждую задачу Каждый конкретный объект Можно организовывать Компактные Распределительные подстанции С большой экономией Вместо Внутри Подстанции Кабельный отсек Имеет Большую глубину И подходит Для подключения Двух параллельных Кабелей А также Ограничители Перенапряжения Предустановленные В измерительной ячейке ТПМ Трансформаторы тока И трансформатора Напряжения Находится в реестре Кабельным И одобренным Стандартные Позиции Это компактные ячейки И компактные ячейки С расширением Поддерживаются В наличии На складе Большое спасибо Для наших новостей Всем большое спасибо За внимание И всего доброго